МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Житикара Лисаковск-Рудный. Почти сотня дачных домиков сгорели в Кустанайской области только за два минувших дня. В Кустанай продолжаются антимусорные рейды. Полицейские привлекают к административной ответственности председатели ПКСК, игнорирующие несанкционированные свалки во дворах домов. Болслу Аликенова расскажет подробно. Бессмертный полк и возложение цветов к мемориалу воинам-кустанайцам. В праздновании Дня Победы в этом году примут участие 22 ветерана Великой Отечественной войны. О том, как и где будут проходить мероприятия, расскажет Камила Солкомбаева. Юбилейные медали прибыли в Кустанай в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сегодня в Доме дружбы состоялось их торжественное вручение. Подробности в материале Натальи Басмурсиной. Семье Смирновых из села Табол Тарановского района пятеро детей. Из-за отсутствия возможностей еще в конце прошлого года они жили на краю села в небольшом доме. Но недавно меценаты подарили им дом буквально в центре Табола со всеми удобствами, водой и канализацией. В общем, как отметила Аким области, Архимед Мухаммедов, который навестил новоселов в регионе, бизнесмены подарили новое жилье 27 многодетным семьям. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. В 2016 году в Новоильинской средней школе Тарановского района начался капитальный ремонт. На 102 миллиона тенге отремонтировали крышу и поставили пластиковые окна. Затем, после года ожидания, уже в 2018 году из республиканского бюджета выделили еще 172 миллиона тенге на замену канализации, проведение холодной и горячей воды, новую мебель. Сегодня здесь учатся почти 300 детей из четырех сел. Есть и мини-центр, который жители села просят перевести на полный рабочий день. Я вот дал поручение всем Акимам регионов. Они занимаются этим вопросом. В прошлом году несколько районов активно поработали. И надеюсь, что в этом году и Тарановский район также будет работать активно. Одну группу, по моей информации, в этом году переведут на полный день пребывания. Потом дальше будут заниматься. Здесь три группы, да? Три группы же, да? Четыре группы. Четыре группы. Но в целом мы должны, конечно, перевести. Аким Куснойской области осмотрел в Тарановском районе отремонтированный в прошлом году спортивный клуб Кайсар. После реконструкции здесь были открыты новые секции, приобретены за счет спонсоров, инвентарь и тренажер на общую сумму полтора миллиона тенге. Патолог мы сделали. Полный спарус, отопление. Здесь три душевые сделали. Вот то, что было. Вот это как у нас год у нас? Старый. Старый. Это получается, вот мы сейчас его полностью конструировали. Это вот у нас тоже в восемнадцатом году в рамках ключевых... Кинсек-тенгабай, да? Альбот, который сделал. Да, 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 да. Трус? Так вот еще вот в Вармайсе у нас было приобретено, в Вармайсе тоже, как у нас форма, по три миллиона тенге у нас получается. Вот у нас она форма, мы показали. Шесть видов спорта у нас здесь культивируется. Это футбол, грекоремская борьба, борьба, дзюбол, ближний банки, баккотлетика, волейбол. Вот у нас 500 целей занимаются. Также Аким Куснойской области посетил многодетную семью Смирновых в селе Табо. Недавно меценаты помогли купить им новый дом. По словам Архимеда Мухаммедова, благодаря спонсорам новоселья в этом году отметили 27 многодетных семей в регионе. Дяр Ахмечин и Татьяна Калюжная, РТН. Другим темам. Более 200 выездов на тушение огня совершили сотрудники противопожарной службы области всего за пять дней. Почти в трех десятках случаев в регионе возникали пожары, в остальных горели трава и мусор. От огня пострадали жилые дома и дачные постройки. Такой ситуацией и статистикой возгорания, несмотря на то, что опасный период только недавно начался, пожарные уже обеспокоены. Тему продолжит Виталий Луговской. За два дня 4-5 мая почти сотня дачных домов горело в Куснойской области. 10 в Рудном, 16 в Лисаковске и 72 в Житикаре. Серьезно пострадал один 64-летний рудничанин. Его обнаружили при тушении в состоянии средней тяжести с множественными ожогами и отравлением угарным газом. Основной причиной дачных пожаров сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям региона называют нарушение безопасности самими садоводами. Они сами оставляют костры без присмотра, не учитывая направление и силу ветра. Последние несколько дней ветер усиливается, в результате чего это все переходит на надворные постройки. Горят жилые дома, надворные постройки, бани по вине самих же хозяев. В предыдущие пять дней пожарные выезжали на тушение огня 188 раз. Более чем в 160 случаях горели трава и мусор. В 25 произошли настоящие пожары, как например 4 апреля в Кустанайе на улице Лермонтово. В результате пожара было повреждено, вернее огнем было повреждено крыша частного жилого дома и уничтожено несколько постройок соседних расположенных домов. Все предварительные причины сейчас это неосторожное обращение с огнем. Ухудшилась ситуация со степными пожарами. С начала пожароопасного периода, а он у сотрудников Департамента по чрезвычайным начался 12 апреля, степь горела более 150 раз. По сравнению с прошлым годом количество загораний увеличено на 77,5%. Загорание степных территорий, площадь которой составляет более 1000 гектар. Увеличение также наблюдается по сравнению с прошлым годом. Как правило это происходит в возгорании, переходят степные возгорания со стороны проселочных дорог, трасс, где автомобили проезжают и непотушенные брошенные огурки сигарет, как часто становятся причинами. Чуть улучшилась ситуация с лесными пожарами. Их в этом году произошло 7, тогда как в году прошлом на этот период было зарегистрировано уже 11 подобных происшествий. Но все равно площадь сгоревших лесов уже превысила 1500 гектаров. За нарушение правил пожарной безопасности при сжигании мусора и бытовых отходов к административной ответственности привлечено более 40 граждан. Их только предупредили о более серьезных последствиях. А 2 из 6 допустивших нарушения организации штрафовали более чем на 160 тысяч тенге. В воскресенье 5 мая подачу холодной воды в малосемейном доме по улице Мауленова 35 и в частном секторе по улице Комарова возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе Кустанайсу. Напомним, что больше недели жители малосемейки, частного сектора, детский сад и еще несколько организаций жили и работали без холодной воды. По причине аварии на трубопроводе, который, по словам представителей Кустанайсу, не находится на их балансе, никто не хотел брать на себя обязанность по ремонту пришедшей в негодность трубы. На следующий день после выхода сюжета за решение проблемы все-таки взялись. Пока в Кустанайсу отремонтировали трубопровод за свой счет. Расходы по ремонту обещали возместить КСП индустриальный, владелец СТО и собственник здания, где расположен детский сад. В Кустанай продолжаются рейды по несанкционированным свалкам. Нескольким ПКСК уже выносили предупреждение. Тем, кто вовремя не отреагировал и не принял меры по их ликвидации, теперь выписывают реальные штрафы. Участковые привлекают к ответственности всех, чья прилегающая территория замусорена. У полиции закончились предупреждения, а у местных властей терпение. Теперь за организацию свалок придется выплатить штраф в размере 75 тысяч тенге. Наша съемочная группа приняла участие в одном из таких рейдов. Рейд начался с южной части областного центра. Жители микрорайона Кожибы неоднократно жаловались в отдел ЖКХ на наличие несанкционированных свалок. Причем одни жильцы винили в неухоженности дворов и мусорных контейнеров ПКСК, другие – обслуживающие предприятия Тазолых. Третьи – самих жильцов, которые не доходят до мусорок и выбрасывают отходы, где придется. Такая ситуация произошла во дворе по улице Маяковского, 117. Оно было все нормально, чистенько, аккуратненько. Ну как придут, вот бросают, кидают, все прям вытащат. ПКСК-то убирают, убирают здесь. Уберут, уберут, а они все равно это накидывают. Не считает себя виноватым председатель ПКСК партнер Кумар Салкенов, который сообщил, что мусорная площадка, куда выбрасывают мусор жильцы домов по Маяковского, относится сразу к пяти ПКСК. Однако уборку и обслуживание приходится проводить только его дворникам. Мы буквально на этой площадке живем. Убираем, убираем. Надо поднять ответственность жителей, которые на расстоянии буквально 20 метров пренебрегают, брезгуют подойти к мусорным бачкам, чтобы положить мусор. Председатели всех пяти ПКСК ранее получали предупреждение от полиции. Тех, кто проигнорировал, штрафуют. Если, допустим, повторное нарушение повторяется, то уже привлекается по части второй, тоже так же, кстати, 505, где влечет административный штраф в размере 30 МРП. Это больше 75 тысяч тенге. Всего было предупреждено 4 ПКСК в микрорайоне Кожебые. Если в течение 10 дней они не устранят несанкционированные свалки, то штрафы им не избежать. Если на Майковского от свалки удалось избавиться, то на Чкалово она только разрастается. Около 51-го садика, жилой комплекс домов, да, люди бывают, бросают просто так мусор, и очень долго оттуда не убирается, и какие-то кучи огромные рядом с садиком. По мнению жителей домов по улице Чкалова, свалка появилась после появления автомобильной стоянки. «Раньше здесь 20 лет, вот там была мусорка, она никому не мерзла, и вся округа носила туда все. Но нашелся человек, вот выкупил это место, сделал стоянку, так, а мусорку пришлось убрать туда». Только вот жители продолжают бросать мусор в уже привычное для них место. Облюбовали местечко лица без определенного места жительства. «Здесь живут не народ, а свиньи настоящие. Где живут, там и гадят. Вот несут, пожалуйста, здесь бросают, там бросают. Им просто во дворе нужно сделать площадку под мусорные контейнеры». Безучастная и владелица стоянки, которая ни разу не организовала уборку прилегающей территории. В полиции сообщили, что адам ответственности ей не избежать. Заплатить штраф и председатель ПКСК «Юность», которого во время рейда не оказалось в городе. Монарбек Косколов, Балсло Аликенова, РТН. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь.